Процедура экстракорпорального обладотворения становится все более популярной в мире, в том числе и в России, в Тверской области. В регионе можно сделать ее по полюсу ОМС в областном перинатальном центре имени Бакуниной. Но эта процедура обросла множеством мифов и легенд. Как же все происходит на самом деле и где зарождается новая жизнь в сюжете нашего корреспондента. Три года назад Валерия стала счастливой мамой сразу двоих детей. И сразу королевская пара, девочка и мальчик. Бывшая пациентка показывает своему доктору Юрию Вольф фотографии деток и бесконечно благодарит. Ведь радость материнства она испытала благодаря процедуре ЭКО. Если пара готова пойти на такой шаг и в приоритете все-таки семья и счастливое родительство, я считаю, здесь вообще нет ничего какого-то зазорного или в плане процедуры что-то боязненного абсолютно нет. Думаю, что на это нужно решаться и нужно прибегать к нашей современной медицине. Многие женщины боятся самой процедуры. Она не быстрая. Начинается все с полного обследования. В ходе него выявляют причину, почему женщина не может зачать или выносить ребенка. Причин женского бесплодия достаточно, говорит врач Юлия Вольф. Когда она выявлена и является показанием ЭКО, то назначается сама процедура. А она делится на несколько этапов. Первая это стимуляция. Пациентка проходит фолликулометрию. Далее при созревании фолликулов пациентке назначается пункция. Забор яйцеклеток, сдача спермы. Болезненный период пункции забор яйцеклеток проводится под наркозом. Перенос, безболезненная процедура. Утром происходит забор материала, а затем мгновенно он попадает вот сюда, в лабораторию к эмбриологам. Здесь клетки обрабатываются и только потом оказываются в одной пробирке. В середине дня у нас проходит оплодотворение. Оплодотворение мы делаем двумя способами. Это ЭКО обычное, когда мы добавляем к яйцеклеткам группе яйцеклеток взвесь самых активных сперматозоидов. И делаем еще эксид, когда инъецируем один сперматозоид в яйцеклетку. Это при разных мужских факторах происходит. А уже через пять дней происходит подсадка в полости матки. До этого биоматериал хранится в специальных камерах. Здесь два отсека, в каждой ячейке находятся планшетики, в которых культивируются эмбриончики. Есть и инкубаторы побольше. Внутри этих камер необходимые для жизни эмбрионов параметры. 37 градусов тепла и смесь газов в нужной концентрации. Бывает, что биоматериал необходимо сохранить на длительный срок. Для этого есть специальные криохранилища, рассказывают эмбриологи, где в дюарах с азотом дожидаются своей очереди яйцеклетки. Храниться они могут долго, условно говоря, бесконечно. Пока родители, пока пациенты не решат данный материал использовать. Наступившее следствие процедуры эко-беременность ничем не отличается от естественной. Подсаживают обычно один эмбрион, а редко два. Многоплодную беременность сложнее вынашивать. Что касаемо пола ребенка, то по законодательству женщина его знать на данном этапе не может. Средний возраст пациентки, пришедшей на эко, 25-46 лет. Врачи говорят, что тянуть с деторождением не стоит. С возрастом действительно появляются какие-то хронические заболевания. Но самое важное, что с возрастом уменьшается авариальный резерв у женщины. И тогда даже эко может не помочь. В год в Тверском перинатальном центре происходит около 500-600 подсадок. В регионе эко можно сделать по полюсу ОМС. Количество процедур не ограничено. Верхнево уже ежегодно ведется полномерная работа по улучшению качества медицинской помощи и переоснащению учреждений здравоохранения. Задачи по реализации семейной политики поставлены президентом Российской Федерации. Главная цель — создать единую систему социальной и медицинской помощи семьям с детьми. Максимально эффективную и удобную для наших граждан систему образования — воспитание детей. Благодаря комплексу мира выросла и доля детей в структуре населения. Увеличилось количество многодетных семей. С каждым годом количество рожденных детей также растет. Среди них дети и рожденные после процедуры ЭКО. К слову, с 2010 по 2022 годы благодаря новым технологиям родились свыше 1400 малышей.